А сегодня в этом выпуске новости палеонтологии. Знаете ли вы о том, что некоторые динозавры росли все время? Обычно человек растет до 25 лет, и потом рост его организма либо замедляется, либо останавливается совсем. Отдельные виды динозавров, по теории южноафриканских палеонтологов, росли все время, до конца своих дней. И это зависело от климата. Чем благоприятнее был климат, тем дольше продолжался рост динозавра. После фильма «Парк юрского периода» многие задавались вопросом, почему мы не можем клонировать динозавров? Каждые несколько сотен лет молекулы ДНК делятся на мелкие фрагменты. Если длина хромосом человека и динозавра одинакова, то из комара, который выпил кровь динозавра, фрагменты ДНК будут длиной всего 0,1 мм. При этом, в каком порядке должно состоять ДНК, никто до сих пор не знает. Чилийские палеонтологи нашли новый вид титанозавра. По анализам ученых, он достигал всего 8 метров в длину. Небольшой титанозаврик, которого необходимо переименовать из-за его маленьких габаритов. Оказывается, обитатели морских глубин мозазавры иногда нуждались в пресной воде. Раз в две недели мозазавры наведывались в пресноводные области морей и океанов, чтобы попить водицы, как это делают современные морские змеи. Вполне вероятно, что наш знакомый титанозавр имел популяцию за все время существования, которая насчитывала 2,5 миллиарда особей. Это не так уж и много, учитывая гигантский отрезок времени в 2,5 миллиона лет, который назывался меловым периодом. В позднем меловом периоде на планете одновременно могли жить около 20 тысяч взрослых титанозавров. И это было крайне мало, если взять популяцию людей на сегодняшний день. Все люди, которые жили всего 10 тысяч лет и живут сейчас, могут насчитывать десятки миллиардов. А это пилдаунская муха. Если присмотреться к куску балтийского янтаря на этом фото, то внутри можно разглядеть отлично сохранившуюся муху. Этот образец хранится в Лондонском музее естествознания. Периодом и оцена, около 38 миллионов лет назад. И является абсолютно уникальной окаменелостью. Не только потому, что не существует другой такой находки, но и потому, что окаменелых мух в целом крайне мало. Насекомые достаточно плохо сохраняются. А это новый хищный динозавр, который мог вселять ужас на обитателей доисторической эпохи. Лукалкан был одним из самых крупнейших хищников Патагонии. Достигал 5 метров в длину. Имел чувствительное обоняние и мощные челюсти. Был вооружен острыми когтями на верхних и нижних конечностях. Череп этого ящера имеет характерные выступы, делающие его похожим на некоторых современных рептилий. Например, игуан. По оценкам исследователей, динозавр также отличался от других хищников чутким слухом. На сегодня все. Смотрите свежие новости в следующих выпусках. Подписывайтесь и не пропустите все самое интересное от канала Реальное Нереальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин